экзоскелет очень популярная тема в мире не только в корее но и во всем мире я рад что приехал сюда в россию узнал очень много интересного именно на вашем симпозиуме на самом деле сейчас разрабатываются различные передовые медицинские технологии но несмотря на это именно экзоскелет является именно будущим для реабилитации человека в южной кореи применяются различные экзоскелеты но именно экзотлет имеет огромное количество преимуществ первое он очень легкий поэтому многие пациенты не жалуются на вес второе очень долгий аккумулятор он может работать очень долго что тоже хорошо отражается на отзывах пациентов и третье экзоскелет экзоатлет лечат сердечные заболевания и заболевания легких поэтому в этом также есть большое преимущество первое самое важное для меня это то что есть фиксированные и не фиксированные экзороботы и для меня очень важно разобраться в том что же лучше фиксированный или не фиксированный экзоробот также мне очень интересно и очень волнует тема насколько экзоскелет может вылечить легочные заболевания потому что мы получили положительные результаты в этой сфере и хотим до конца понять насколько может идти это улучшение и третье это мобильность мне важно понять насколько может улучшиться мобильность пациента с применением экзоскелета я могу сказать что всего это 40 человек но всего в процессе реабилитации я вылечил около двухсот пациентов я здравствуйте я говорю по-корейски поэтому я привлек переводчика я очень хотел приехать в россию и не ожидал что эта встреча будет именно в москве в столице перед вами и перед такими же выдающимися людьми я хочу представить результаты о том как я применял экзоскелеты российские экзоскелеты в южной кореи я хочу вам показать ролик где будут описаны рассказаны уже немного о моих опыдах а а или или Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коротко расскажу, какие у нас есть экзо-роботы. Я верно вам очень хорошо известно, Хокома из компании Локомат и локбот из компании Локбот. Это называется экзо-роботами, но, как вы знаете, они фиксированы. Следующее, это вот. Слева вы видите экзо-робот ШУГАР, разработанное университетом СОГАНГ в Южной Корее. Сейчас 5 вузов занимаются разработкой экзо-робота СУГАР. И справа, наверное, вам очень хорошо знакомы экзо-атлет. У экзо-атлетов есть свои особенности. Во-первых, это очень хорошо и легко применяется на пациентах. Неважно, какой у тебя рост пациента, он хорошо применяется на всех. И так же очень долго держится батарея. Это государственный проект, шестимесячный, который был проведен. Эт, шесть месяцев. Мой целью было первое, нужно построить площадь, организовать площадь, где будут тестироваться. И второе, создать базу данных на именно экзо-роботе. Следующее, это тайм-тейбл, то есть расписание. Это уже готовые наши площади для теста. Основная площадь, это 20 метров на шесть метров. И для безопасности установлена также суспенция. Также построили лабораторию, где будут проводиться анализы на движение. Это уже критерия. Это вот критерии наших пациентов. То есть мы взяли, включили респондента только с травмой спиналом мозга. И уровень болезни, это уровень, точнее, должно быть, что поясница, где боль возникает именно на четвертой поясничной и до первой грудной. И внизу, ниже не важно. В целом, они все в течение месяца были над нашим вниманием, над рассмотром. Следующий протокол, я бы хотел здесь более подробно рассказать вам. Первая неделя, это ориентироваться именно на то, что рекомендуется. Здесь было важно понять, учиться безопасность и понять, насколько пациент хорошо садится или же встает. И, как вы видите, здесь на фотографии каждый пациент был наделен, то есть прицеплен на суспенцию для того, чтобы пациенты были в безопасности. И, как только пациент привыкает, суспенцию мы удаляем. И оставляем пациентов так, чтобы они могли ходить без него на площади, где мы установили. И переходим на вторую неделю. Здесь на вторую неделю мы также тренируемся без суспенции. Здесь участвует только пилот. И здесь две костыли, пациент двигается с двумя костылями. И минимально А до мод А. Третья неделя, это уже закрепление, я бы сказал. Здесь четвертая неделя, нам было поручено сделать, чтобы пациенты могли передвигаться 120 метров без какого-либо вмешательства. Двое, в результате я расскажу, но в целом все респонденты смогли достичь этого результата. Двое, в целом все респонденты было 30 лет. Двое, где были обучены с помощью экоатлетов на 60 минут в день, по 60 минут в день, 5 раз в неделю. Из них четыре респонденты отбали. Дело в том, что один пациент чувствовал боль в бедре, второе, расстройство пищеварительного тракта, третье, инфекция. И четвертый пациент испытал боль в запястье после того, как начал применять, надел на себе экзоскелет. Двое, в целом все три респонденты у них были уже хронические болезни, а вот именно четвертый, у кого болел запястье, это произошло именно после того, как он надел экзоскелет. Двое, в целом 18 респонденты, которые заболевание произошло менее года, остальные больше одного года, 12 человек. И, как вы видите, уровень травмы по шкале АСИА получается, что они 11А, B6, C9 и D4. В результате, никаких кожаных заболеваний не произошло и воспаления тоже не было. В результате, в результате, безопасность, то есть по анализу различных других статей и исследований, все экзоскелеты достаточно безопасны. Теперь результаты достигли пациента рекомендуемого результаты. Как вы видите, по позвоночнику, по категорикой позвоночнику, достаточно высокая процентношение, достижение результатов. АСИА КРЕИДУКИ АСИА КРЕИДУКИ Где-то потребовалось 3 недели для того, чтобы достичь этого результата. А, что 외 다른 ауткомы, 잠깐, 살펴보겠는데요. Следующая статистика. Томбед적으로 유의한 정도는 그렇게 많지는 않았지만, 일부에 있어서 상당히 웨어러블 로봇이 치료에 의미가 있다는 것을 보여주고 있습니다. В целом, здесь достаточно статистически стабильно. И, к примеру, по различным шкалам, допустим, шкалам баланса берга или же амуляции, показывается достаточно положительный результат. И особенно это показывается избирение зависимости от спинного мозга, версии 3. Дальше, коротко о наших результатах. Как вы видите, пациенты категории D, C, 5 пациентов мы выбрали до надевания, то есть процедура эко-скелета была отрицательная, и мы видим улучшение после четырех недель. То есть расстояние то, что пациент мог двигаться, увеличивается, время сокращается, и тем самым пациента чувствует легкость. И по шкалам спирометра, как видим, что через четыре недели показывается высокую шкалу. То есть эстетически мы получили именно положительный результат. Как вы знаете, после заболевания спин-оу мозга, пациенты умирают от сердечных заболеваний. Извините, от заболеваний легких. Извините, на экзоскелете, которые двигаются, вот именно первая строка. Как видите, вот этот МЕТ, это метаболический эквивалент задач для лиц с травмой спин-оу мозга. И у них вот показывается 1,62. И после применения именно экоскелета, получается, что получаемый высокий результат, 4,26. Как вы видите, здесь есть шкала активности, интенсивность. И согласно двух статей ученых, мы можем сделать вывод, что происходят различные хронические заболевания. Как, например, сердечные или же нарушения обмен веществ. И рекомендуется участие в меньше, по меньшей мере, 150 минут умеренной интенсивности или 75 минут интенсивной активности, интенсивности в неделю. То есть, вкратце, я бы хотел сказать, что эксоскелет не только помогает ходить пациенту, но и дает, лечит и предотвращает заболевания легких и сердечных заболеваний. Как я вам уже говорил, что оно также полезно именно для пациентов, которые испытывают нарушения обмен веществ. И мы можем сделать вот такой вывод. И тем самым эксоатлет, применение эксоатлета достаточно увеличивает также хождение, то есть улучшает хождение пациента, а также дает полноценный уровень жизни, то есть улучшает уровень жизни. а также улучшает именно и предотвращает заболевания различных сердечных или же пищеварительных систем. Мы в следующем году планируем сделать второй исследование, привлечем больше респондентов в Южной Корее. Спасибо огромное.